здравствуйте друзья доброе утро пятница сегодня и движусь я в сторону офиса поедем мы с софией сегодня в сан-франциско в ту же самую компанию в которой мы все время ездим на праздник дивали индийский праздник дивали я так понимаю что он уже прошел но вот как-то они в компании сегодня отмечают и мы как всегда там приглашенные там громадные кей-департмент расходятся данные там одни говорят что там у чуть ли не 90 в кей-департменте для днях я слышал что только 60 но практически все из нашей школы так так получилось и там делают электронные учебники для вузов вот раньше люди покупали бумажные учебники потом их там сдавали за какую-то цену можно было приобрести пользованный учебник то целая индустрия была учебников новых и не новых вот а сейчас электронно можно а можно и бумажный тоже никто никто не говорит что нельзя вот значит едем мы в эту компанию там шикарный офис я не знаю нам что разрешат снимать чего не разрешат уж как-то и раз я там целый сюжет снял о том какой замечательный офис а потом меня попросили убрать ну что теперь делать он кстати есть я его убрал из доступа но так он у меня в общем то лежит на сайте на всякий случай там есть теперь что из новостей да я не закончил значит что произойдет я сейчас приеду в офис я довольно рано выехал потом появится софия и мы поедем но за это время что она появится за то время что она появится я успею смонтировать вот этот ролик и его подвесить то что я сейчас записываю так что вы это увидите буквально через час от того момента когда мы разговариваем может быть даже быстрее я через 15 минут буду на работе значит дальше что дальше мы софии поедем может быть по дороге что-нибудь запишем потом самой компании запишем так что будет еще кое-чего но я хочу напомнить что у нас сегодня в пятницу в 11 часов вечера а у вас в субботу в 9 часов утра по московскому времени мы встретимся снова в прямом эфире у нас там довольно много народа бывает то есть одновременно где-нибудь человек 400 а вот если посмотреть сколько проходит последний раз мы четыре часа там было горили но вот за четыре часа там прошло что-нибудь там пару тысяч среднее время пребывания там что-то 30 минут вот такого плана я не знаю может быть кто-то и полный срок отсидел на на нашем вещании но вот так теперь что из новостей мы получили наконец-то это заняло больше года полтора года фактически заняла получить трейдмарк на наш этот голос силиконовой долины мы теперь не просто голос силиконовой долины а мы теперь спонтом трейдмарк имеем так что это это неплохо там портнов компьютерского как бы чё нам трейдмарк там фамилия моя вроде так все понятно а вот силикон вал и войс там было непонятно мало того значит я когда там выяснял что именно защищено выясняется мы пишем без пробелов там 33 слова но без пробелов силикон вал и войс также как вот в юрл канала на ю тубе но значит защищаются все эти дела с пробелами и с переводами на разные языки то есть вот скажем голос силиконовой долины или там голос кремниевой долины точно также защищено как как мне объясняли я не специалист совершенно поэтому дел короче они там несколько раз возвращали чего-то дописывали переписывали я чек совершенно далекий и делал это не с обычным патентным адвокатом а вот есть онлайновый сервис но если вы помните историю как иранку хиропрактора значит гнобил сосед по офису там индус который возражал что у него на стене на двери на двери висит коробка для сдачи анализов туда вот ну люди бросали и вот его эта коробка возмущала потому что это не эстетично к нему люди приходят а там коробка для мочи ну и в общем и не только мочи короче вот они там судились и он ее победил вот но тем не менее она продолжает там находиться то есть может быть она коробку внутрь брала я не знаю трагических последствий там не произошло вот этот самый индус у него есть крупнейшая вообще на планете организации он ее создал это его основной бизнес у него много бизнесов он очень предприимчивый но вот это такой раскручен очень бизнес по патентованию там всяких дел по трейдмаркам и во всех странах мира и так далее у него куча всяких там адвокатов патентных по всем странам это они раскиданы разбросаны он организовал такую сеть вот я общался с парнем я бы давай к тебе зайду тут через дорогу он это ягод в аризоне ну хорошо значит есть некоторая слабина в работе там по имейлу и по телефону но тем не менее ничего страшного туда сюда ходила кончилось тем что более менее сформулировать я могу сказать из-за чего вот эти возвраты все время были они видимо в естественной попытке защитить как можно более широкий диапазон чего-то они пытались наворотить там больше больше чем было на самом деле то есть я первый раз когда мы общались я вам объясняю это блок на ю тубе на русском языке вот мы это хотим защитить они говорят нет ну что вы где-то это мало вот давайте сформулировать так они заформулировали да я чего я я же не специалист я буду давайте если вы так считаете но вот это широта она потом боком встала то есть в несколько сужений произошло и когда сузилась до того с чем я изначально пришел значит вот она примерно так и ну ну не совсем так они они кое-чего добавили из такого чего осталось то есть если я говорил у меня канал на ю тубе то сейчас у нас есть еще и веб-сайт который тоже защищен то есть никто не может пользоваться на веб-сайте этим не только на ю тубе а еще и на веб-сайт поэтому это неплохо на самом деле если я завтра захочу сделать такой веб-сайт то он защищен такая вот история у нас в принципе есть веб-сайт залив точка орг и я никогда не думал что мне захочется сделать что-то больше чем это с точки зрения веб-сайтов вот этого формата канала более чем достаточно она залив орг там есть форумы там кроме форма практически ничем мы не пользуемся да и форма мы пользуемся можно сказать очень относительно там для задавания вопросов но мало кто беспокоится чтобы там задать вопросам в основном задать вопросы где попало и в контактах и в одноклассниках и в комментариях и в личной переписке и и в скайпе и на форуме говорим про вес куда я может быть раз месяц захожу посмотреть почту и в общем со всех сторон там вот это все сыпется изначально конечно я хотел чтобы народ заходила прямо на этом говорит на этом залив точка орг просто задавал вопросы но как-то вот не работает схема не знаю чудил я страдаю по хорошему вопросу знаете он бывает вопрос такой и думали разудись плечо мать и зажигает вот так вот 8 процентов 8 из 10 вопросов 80 процентов 8 вопросов из 10 не зажигают и если так какое-то время проходит его не думаю где-нибудь там вопрос какой тяжелым эх ладно там отвечу и на не зажигающие тоже но это не то и вам слушать не так интересно то есть я все-таки когда на вопрос отвечаю я не не даю индивидуальную консультацию а я на примере какой-то истории показываю какой-то ход мысли там может быть рассуждение вот там на днях до вчера что ли позавчера семья из армении которые но они уже возрастные понимаете и они переживают и дети остаются они говорят вот ехать не ехать правильно ли они даже не говорили ехать не ехать они решили ехать они спрашивали а правильно ли вот как вы поддерживаете ли вы нас да правильно ли мы поступаем что мы решаем ехать у них не было такого чтобы не ехать и вот там начинается много значит всяких всякой критики что они там чужое место паре зачем было из играть если не знаешь я не знаю там что такие-то нападки да не о них же разговор вообще ну но это же повод поговорить знаете при чем тут конкретная ситуация конкретные там семьи я просто я я же всем сразу отвечаю понимаете поэтому так ну нет ну понятно что люди вовлекаются они слушают историю они начинают видеть этих людей они начинают входить в обстоятельства и создается ощущение что мы этим людям с их обстоятельствами отвечаем но это не совсем так мы мы на самом деле отвечаем как бы ну тем кто смотрит и мы с одной стороны хотим чтобы развлекательно было с другой стороны чтоб может быть какая-то информация полезная просто проскакивала потом меня что же фан нужен вы чё я я же так тоже не могу без без зарядки там вот поэтому хороший вопрос он заряжает и хороший собеседник заряжает я смотрю что-то мы раньше у нас девчонки все им там какие-то симпатичные подходили вообще там гости какие-то были а сейчас что-то вот это не не видать у нас гостей и такие студентов что-то мы уклоняются студенты я бы давай горю на ней так как-то вот меня стеснялись или там я сегодня не при марафете еще что-то вот такие вот а все с удовольствием смотрели правда но что еще сказать мне подарили подарок вот такой как бы с опозданием дню рождения при ну так по смыслу своему приурочен там газета по моему правда вот 28 апреля 1956 года но я родился в этот день и вот и газета от этого дня и там газета как газета но там на пик на первой странице так слева колоночка и и там моя фотография такая там в морской фуражке вот и ну типа вот родился человек хотя конечно в этой фуражке мне лет 50 . ну неважно неважно и такая вот в рамочке она еще в рамочке говорят что там даже стекло было на стекло при перевозке из российской федерации разбилась вот поэтому она у меня без стекла но надо сказать что бумага такая хорошая плотная ну такой глянец на ней то есть она и без стекла совершенно идеально смотрится я не знаю куда ее деть наверно на стену повесим потому что а пока так углу у меня стоит на тумбочке так что и было очень приятно вот продолжают друзья приезжать люди но не так по быстренького там заехали там привет привет сфотографировались там селфи какой не сделали и видать дальше побежали так что потом некоторые как бы в силу объективных причин не хотят светиться что они тут или там не хотят светиться со своими планами на легализацию поэтому естественным образом они у нас и не не снимаются вот так что у нас вообще очень много с этим делом веселухи все время какие-то торты привозят бутылки приносят тут вот был случай мне две банки икры принесли взять одну красную другую черную вот такая жизнь можно сказать икра с родины да хотя у меня такое ощущение что они где-то здесь русском магазине купили но но это не несут но икра оригинально оттуда и баночка оттуда так они чтоб через границ не вести вы не представляете друзья что такое было перевести икру в советское время через границу это было как валюту валютные операции были запрещены и обладание валютой было запрещено вот поэтому государство имела монополию на икорочку и зарабатывала на этом поэтому чтобы человек мог взять там икру и куда-нибудь за границу вывести это было очень криминал но если он это делал в более серьезных масштабах то есть ящик вывез это вообще такой срок был страшное дело это как валюта как валютчики а сейчас пожалуйста заходи удивительно куда вся икра девалась при большевиках вот я не знаю сейчас вроде и здесь икры полно это в россии полно и где жена что вся была или или чего да что-то пахнет бензином я не знаю я вроде заправлялся нет у меня руки руки не пахнут может быть сзади какой-то трак пристроился не хорошо в общем друзьям я прибываю к своему офису мы с вами прощаемся видео ближайшие несколько минут отправиться туда ну к вам вам туда и к вам а значит а мы с софией поедем поедем и я уже не знаю когда я смогу эти видео смонтировать но и часа в три дня мы вернемся но посмотрим в общем а в 11 мы по-нашему 9 утра по вашему субботу мы встречаемся в прямой трансляции иногда спрашивают а как туда попасть на эту прямую трансляцию как попасть вы просто приходите на канал вот когда вы придете на канал да вот наберете там до youtube.com слэш там silicon валы войс бог вы туда пришли и вы увидите там 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 будет написано life там красненьким там она как-то подписана и никаких проблем то есть она просто сама вот вот она там кроме того если вы подписаны на канал то вы автоматически получаете такую notification да вам приходит сообщение по e-mail некоторые правда говорят что она не сразу приходит но в основном вот народ который приходит приходит не потому что случайно в это время был на канале или заранее знал и ждал хотя наверно такие тоже есть но в основном они получают извещение по e-mail и заходят так что самый лучший способ получать уведомление это подписаться если кто не подписан я имею статистику youtube предоставляет статистику о том кто смотрит эти самые трансляции они собирают невероятное количество не не именно зрителей хотя и зрителей тоже под именно потому что есть email идет ко всем понимать когда я просто видео вешаю там может быть email но он выборочный так случайным образом а если эта трансляция то люди получают гораздо больше сообщений соответственно гораздо больше народу просто приходит глядя что там это отдельный вопрос скажем на таком видео в два раза больше посетителей чем на среднем видео но по количеству минут они еще длинные трансляции там и по три часа и вот даже по 4 по количеству минут я могу сказать что это примерно вот из десяти самых просматриваемых видео 2 по гринкарт лотереи 2 по гринкарт лотереи а 8 это вот эти трансляции например последняя трансляция 29 числа была октября она идет на втором месте сейчас после после например по количеству минут после видео о том как заполнять анкету на гринкарт лотерею так что очень интересное такое явление я не ожидал но действительно так такая вот катавасия сейчас розыгрыш лотереи пройдет и там останутся в основном вот эти трансляции в списке наиболее просматриваемых по количеству минут просматриваемых сюжетов ну что же друзья я прибыл на место прохождения службы на место подхватывания софии и отправлять ведь там студенты идут не просто так люди топают шлепают это студенты так сотовый есть все есть упакован счастливо